В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Дивеева готовится к серафимовским дням. Какие изменения увидят паломники? Истории о сокровищах родного края Пушкинка провела краеведческий тур. Как зайти на электронные торговые площадки? В Центре поддержки предпринимательства прошел семинар по маркетплейсам. Далее расскажем обо всем подробно. Минтруд подготовил изменения в порядок предоставления материнского капитала. С момента старта программы средства получили почти 12,5 миллионов семей. Почти 8 миллионов родителей на эти деньги приобрели жилье, а полтора миллиона оплатили образовательные услуги. Помимо этого, теперь граждане могут онлайн направить средства маткапитала на оплату обучения ребенка в ВУЗе, посещение кружков или частного детского сада. Пенсионный фонд уже заключил почти 26 тысяч соглашений с образовательными организациями, чтобы не требовать справок у гражданина. Напомним, сертификат на материнский капитал семьи получает проактивно по факту регистрации рождения ребенка в органах ЗАГС. Срок его оформления – 5 рабочих дней. Праздниство, посвященное Дню памяти преподобного Серафима Саровского, пройдут в Дивеевской обители 31 июля и 1 августа. С 27 июля по 2 августа на въезде в Дивеево со стороны Арзамаса будет открыт палаточный городок на 3-4 тысячи человек. Как село готовится к религиозному празднику, рассказал глава Дивеевского муниципального округа Сергей Кучин в эфире Центра управления региона. Ежегодно в конце июля в Дивеево устремляются тысячи паломников со всей страны и ближнего зарубежья. 31 июля и 1 августа там проходят торжества, посвященные обретению мощей преподобного Серафима Саровского. В этом году, по оценкам муниципальных властей, религиозный праздник посетят от 5 до 7 тысяч человек. Сейчас в селе идет подготовка к приему гостей. Возводится палаточный городок, который примет всех желающих, паломников, которые традиционно припочтают данные мероприятия ежегодно. Устанавливаются соответствующие палатки для проживания, подводится вся инженерная инфраструктура, будет вода, водоотведение, будет выполнено, построены туалеты, душевые. Будет работать медицинский пункт и пункт охраны. Для паломников организуют горячее питание. Те, кто не был в Дивееве давно, сразу отметят изменения в инфраструктуре села. Благоустройство набережной Вичкинзы, строительство юго-восточного и северо-восточного обходов, транспортных развязок позволило улучшить экологическую обстановку. Транзитный транспорт сегодня не проезжает сквозь населенный пункт, а раньше его путь пролегал вдоль монастыря. Это и многое другое стало возможно благодаря реализации паломническо-туристического кластера Арзамас Дивеева-Саров. Построена большая перехватывающая парковка для гостей и паломников, которая примет всех желающих. Там установлены и мусорные баки, и наружное освещение, и биотуалеты. Но прежде всего я хочу сказать, что работа по кластеру направлена на обеспечение комфорта местных жителей. Все, что делается в рамках благоустройства, в рамках дорожного строительства, в рамках строительства социальных объектов, прежде всего это направлено на местное население. Сергей Кучин рассказал о планах по созданию музея Дивеевской игрушки. Уже в этом году начнется строительство Центра культурного развития. Есть планы по созданию мощного кровического музея. Кластер сегодня позволяет это сделать. Кроме того, глава рассказал о дорожном строительстве в Дивеевском округе. В этом году будет в июле-августе реализован проект капитального ремонта дороги от трассы нашей Центральной Арзамаски, так называемой, на Арзамас до села Ичалова. Это более 6 километров. Инвестиции более 70 миллионов рублей. Также у нас более 12 километров в этом году будет отремонтирована наша Центральная трасса, связывающая Арзамас и Дивеево по Дивеевскому муниципальному округу, по территории Дивеевского муниципального округа. Тоже огромная сумма средств выделена по данному проекту. Также при поддержке губернатора Нижегородской митрополеи построят хорошую дорогу вместо грунтовой к источнику явления Богоматери в селе Кременке. На эти цели выделено почти 80 миллионов рублей. С 25 по 27 июля в Нижнем Новгороде будет прибывать ковчег с мощами Сергия Радонежского. Принесение святыни приурочено к юбилейной дате. В этом году Русская Православная Церковь отмечает 600-летие со дня обретения мощи преподобного. Поклониться им можно будет в соборе в честь Александра Невского с 6 утра до 21 часа. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6391 против 5685 днем ранее. Об этом сообщили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Число заразившихся за сутки стало максимальным с 1 мая. Тогда зафиксировали 7047 инфицированных. В Сарове число заражений также растет. В среду выявили шестерых, в четверг заболели уже 10. Для сравнения, всю предыдущую неделю медики фиксировали от 0 до 3 заболевших в сутки. Россиянам разрешили разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках. Депутаты приняли соответствующий законопроект. Обязательные условия при этом соблюдение ветеринарных и санитарно-эпидемиологических норм и правил. Можно выращивать кур и кроликов для себя не в целях коммерческой деятельности. Если вы соблюдаете земельное законодательство, не мешаете соседям и выполняете все необходимые гигиенические требования. Пояснил в интервью российской газете депутат Госдумы Никита Чаплин. Он также уточнил, что запрещено держать на дачном участке собачий питомник. А для того, чтобы у себя на огороде поставить ульи, потребуется согласование с общим собранием. Кстати, закон упрощает и их организацию. Садоводы и огородники смогут проводить голосование не только очно, но и в дистанционном формате, а с 1 января 2023 года и через портал Госуслуг. Саров попал в число атом-городов для пилотного внедрения инфраструктурно-сервисного подхода. Он направлен на более интенсивное использование городами возможностей. Наша съемочная группа вышла на улицы города, чтобы узнать, чего, по мнению горожан, не хватает в Сарове и на какие сферы нужно обратить внимание. Саров вошел в число пилотных атомных городов для внедрения сервисно-инфраструктурного подхода. В его рамках планируют объединить усилия федеральных структур, региона, города, госкорпорации «Русатом» для улучшения качества жизни саровчан и изменения форматов предоставляемых услуг. В пилотных городах проведут комплексный анализ существующих проблем и разработают специальные проекты для удовлетворения потребностей жителей. Что можно в городе изменить к лучшему или чего нашему городу не хватает, как вы считаете? Что нас не хватает? Все, хватает. А, ну вот парк бы детский отремонтировали на Сосино наконец-то, потому что уже надоело в этом стройке какой-то непонятной жить. Ну и вообще парк надо облагородить, который на Зерново, Круселей мало, все довольно-таки старые. Инфраструктура лучше, чтобы стало и во дворах, и в самом городе, в этом Сароме. У нас все-таки как бы город маленький, и вот газоны, очень мало цветов. Заужены дворы. Машины не могут разъехаться. Доехали. Мне кажется, все-таки вот у меня окно выходит на улицу, на двор, и вот машины просто не могут разъехаться. Во всех дворах должны быть благоустроенные детские площадки, ну и дороги оставляют желать лучше. Парковочных мест очень мало. Парковка у нас проблема, особенно во дворах вечером. Мне кажется, не хватает в магазинах, в общественных местах скамеек для стариков и для детей. Вот пятерка вроде поставила скамеечки для своих покупателей наконец-то через 30 лет. А вот те, которые плохо ходят, им же надо где-то посидеть. А вот где посидеть? Посидеть в городе негде так. Только на автобусных остановках мы сидим. Что в городе? В городе рубят деревья. Я понимаю, что их рубят. Вот очередное дерево срубили у нас перед окнами. Ну, хотелось бы, чтобы сажали тоже. Не только рубин, но и сажали. Хороших дорог в городе нет по сравнению с Маритю, в Центре, в Нижнем, как работают в других городах. Да мне все нравится, честно говоря. Так сразу не скажешь. Все есть. Что не хватает? Да, ну, поскольку я на машине часто езжу, ну, бывает, ям на дорогу попадаются. Деревья валяются, газоны не все подстрижены. А так, в принципе, все нормально. В этом году очень плохо идет по кост травы и во дворах, и на улицах. И город вот зарос весь сорняками, вплоть до борщевика. Вот это в этом году, мне кажется, у нас слабое место. Как начать торговать на электронных площадках? Выбрать поставщика, правильно продвигать свой товар? Основы работы с маркетплейсами узнали участники семинара, который прошел в Центре поддержки предпринимательства. Подробности далее. Сравнить цены и характеристики товара за несколько кликов, изучить отзывы покупателей, связаться с продавцом, заказать доставку по нужному адресу. Торговые интернет-площадки за несколько лет плотно вошли в нашу жизнь. Если для покупателей такие сетевые гипермаркеты стали удобной альтернативой обычных, то для потенциальных продавцов перспективная площадка для реализации товара. Понимаете, сейчас идет очень большое развитие маркетплейсов. И в основном сейчас работают по маркетплейсам. Розница сейчас просто-напросто отходит в сторону. И сейчас нужно учиться работать на маркетплейсах. Поэтому я сегодня пришел сюда и хотел бы узнать, как это будет дальнейшим развиваться, как это начать и как это будет. Я давно читаю, наблюдаю, то есть посещаю разные семинары, вебинары, также онлайн смотрю. Как бы интересная тема, может быть, в будущем поменять сферу деятельности. Индивидуальные предприниматели, самозанятые юрлицы, собрались в Центре поддержки предпринимательства для того, чтобы узнать больше о работе электронных торговых площадок. Спикер семинара Александр Чернядев профессионально занимается продвижением на маркетплейсах, а также оптовыми поставками из Китая с 2012 года. Своим опытом Александр пришел поделиться с саровчанами. Через семинар я как раз хочу рассказать, как это сделать. Можно пошагово, просто, то есть что такое маркетплейс, рассказать в целом, какие есть возможности этой площадки, и как пошагово можно попасть туда и зарабатывать деньги. О выборе поставщика и товара, подготовке и первой отгрузке, в продажах и продвижении товара. Семинар построен так, чтобы здесь нашел для себя что-то интересное, как новичок, так и тот, кто уже знаком с цифровыми платформами, считает Александр. Сейчас тема эта такая популярная, хайповая, поэтому, я думаю, это актуальная информация. Уже много и курсов, и всяких лекций, и сами Озон, то есть все везде, все учат, поэтому здесь есть возможность уже нам познакомиться и на практике все это посмотреть. Семинар прошел в формате диалога, каждый участник смог задать спикеру интересующие вопросы. Обеспечить детский летний досуг родителям помогает библиотека имени Пушкина. Она проводит квесты, часы чтения, творческие мастерские. Каждую среду библиотека организует для юных читателей встречи проекта «Библионии». Нижегородская земля знаменита своей историей, культурой и красотой природы. О бытии и промыслах народов, проживающих здесь на протяжении многих лет, можно узнать в музеях Семенова, Городца, Балахны, Арзамаса или на краеведческом туре сокровища родного края в Центральной детской библиотеке имени Пушкина. Мне больше всего запомнилась последняя станция. Мы узнали биографию Горького и узнали, что Горький – это просто подобная фамилия. То, что в Германии снимали его фильмы и разгадали его фамилию. Ребята разделились на команды, а после по определенному маршруту посещали четыре станции. Геральдика, народные промыслы земли Нижегородской, Люди края, Пушкин и Нижегородский край. Дети вспоминали книги Александра Сергеевича, собирали из карточек сюжет произведения, отгадывали по ключевым словам, восстанавливали текст, изучали процесс изготовления матрешки – от заготовки древесины до лакировки. Еще раньше не было на матрешках румян, а волосы всегда были черными. Сейчас волосы могут быть и черными, и коричневыми, и желтыми. Глаза сейчас могут быть голубыми, а раньше они были черными только. Ребята удивились, узнав о биографии русского механика Ивана Кулибина. Оказывается, на протяжении пяти лет он изготавливал подарок для императрицы. Это были часы яичной формы. В конце путешествия каждая команда прикрепила свои картинки на карту нижегородских сокровищ. Ребята, конечно, мы их заинтриговали, что можем сегодня искать клад, сундук с золотом, но оказалось совсем другое. У них глаза загорелись, а когда пошли по станции, мы искали действительно сокровища, и не понимали, почему вот этот герб того или иного города в Нижегородской области является сокровищем. Когда уже прошли все станции, то действительно они поняли, что знание информации и знание о своей родине, о своем крае – это действительно сокровища. Также дети и взрослые могут принять участие в конкурсе «Творческое лето». Форматы разные и интересные – косплей, коллективно-творческое дело, букфейс и так далее. Работы принимают до 14 августа во всех отделах библиотеки имени Пушкина. Положение размещено в группе ВКонтакте. 27 июля в среду в 14 часов в библиотеке пройдет литературно-научное путешествие по книге Александра Волкова «Волшебник из Мородного города». И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники». Там же вы найдете информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипет. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»